Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Меня зовут Татьяна Виллисова. С 1 января 2020 года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. Сам закон был принят в конце 2018 года. Теперь его дополнили несколькими статьями. Например, часть 6 статьи 13 запрещает выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Перечень потенциально опасных собак определен постановлением правительства России от 29 июля 2019 года. Кроме того, вступила в силу статья 15, устанавливающая требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Но мы сегодня подробно поговорим об исполнении требований статей 16, 18, 19 и 20. Они регламентируют работу приютов для животных, деятельность по обращению с животными без владельцев, определяют задачи и порядок осуществления госнадзора и общественного контроля в области обращения с животными. В нашей студии сегодня Евгений Попов, руководитель окружной службы ветеринарии, главный государственный ветеринарный инспектор Ямала. Спасибо, Евгений Петрович, что пришли к нам. Для меня, для владельца двух собак, закон об ответственном обращении с животными, конечно, имеет значение. Но не более, чем это правило поведения. Для вас же это, по сути, один из главных рабочих документов. С учетом дополнений 2020 года, насколько он, на ваш взгляд, отвечает всем вызовам времени и довольно подробно, скажем так, описывает сегодняшнюю ситуацию. Долгое время данная сфера безотзорности была совершенно не регламентирована. В 2018 году вышел федеральный закон, который, в принципе, прописал все те положения, положения отношения братьям нашим меньшим, которые мы должны были постепенно внедрять. Самая главная задача была, которая стояла перед законом, а закон подразумевал выпуск подзаконных актов, и порядка 13 вышло. Вышли практически все. Не вышел только один подзакон акт, который касается деятельности общественных контролеров. Я думаю, мы этого темы тоже коснемся. И самая главная задача, которая стояла перед субъектами, это сделать инфраструктуру, построить приюты. Нами мы были определены как уполномоченный орган, который, так скажем, главные гуманисты в отношении животных в округе. И, соответственно, большая проведена была работа по приведению в соответствии нормативной правовой базы по созданию приютов. Нами было предложено Дмитрию Андреевичу Артихову на первом этапе, так как закон не регламентировал общее количество, которое должно быть в субъекте приютов, создать приюты в городах окружного значения, таких как Лабаданги, Салихард, и в районных центрах. И потом уже по опыту их работы, начало, соответственно, определить, необходимы нам еще филиалы. Либо по Лабаданге, конечно, могу сказать, что огромная благодарность Марине Ароновне четко проработали. Первый приют, который появился у нас в округе, это форпост, это приют, который не только отвечает всем требованиям, но и сам регламент работы, само предложение, наше видение, наши практики, которые мы перенимали в 2019 году в Московской области, в Санкт-Петербурге, у агентства национальных инициатив. Весь алгоритм работы, начиная от отлова, заканчивая всем процессом работы с животными, он здесь, как раз в городе Лабаданге, на сегодня начинает организовываться. То есть реализован проект на пятерку, скажем так. На пятерку, да. Но один из важнейших аспектов, теперь закон регулирует обращение именно с бездомными животными. Определяет порядок работы приютов. Эти нормы дополнили и наши окружные законодательные акты. И вот именно эти нормы вызвали наибольшее количество споров в обществе. Давайте сегодня об этом подробнее поговорим. Вы уже затронули одну часть проблемы. Именно на два таких лагеря сегодня поделено общество. На гуманистов, на тех, кто видит и читает в этом законе именно гуманное обращение с животными. И на тех, кто придерживается такой радикальной точки зрения о том, что бездомных животных нужно уничтожать. Скажем так, это идеальный, по их мнению, вариант решения проблемы. Итак, вы уже сказали, что у нас в городе первый приют на Ямале открылся. Котопес его назвали лабутнанцы. И это не просто приспособленное помещение. Это именно специализированное большое помещение в 3000 квадратных метров. Вы там были. Поделитесь впечатлениями, насколько, кроме того, что там правильно выстроен механизм, насколько все-таки условия, созданные там, отвечают поставленным задачам. Ну, первое, что скажу, согласно нашего порядка, который в развитии федерального закона мы выпустили, приют должен быть на удалении. Считаю, что по лабутнанге удаление наилучшее. Это бризовские базы, они лай собак, даже те, которые будут содержаться на улице, в вольерах, он не будет мешать жителям. Второе, конечно, что я хочу сказать, это большая территория, на которой, может, также на сегодняшний момент еще нет уличных вольеров. Они появятся, площадка для выгула. И как раз для большинства животных не нужны идеальные тепличные условия. Достаточно содержать их на период всех манипуляций, достаточно содержать их в уличных вольерах. Конечно, внутри созданы все условия для комфортного проживания как кошек, так и собак. Это не только приют, это многофункциональный центр, который подразумевает, в том числе, услуги населению, а очень для нас актуально для округа на период отпусков. Временно гостиницы для животных. Это груминг, новое направление, очень модное, потому что в Лабуданге очень много владельцев, содержит декоративный пород собак, которые нуждаются в заботе и уходе дополнительной. Ну и, конечно же, хочу сказать, что уже на сегодня в работу приюта встроена некоммерческая организация. Это была позиция федерального закона, позиция была губернатора, что все-таки в работе приютов должны работать не муниципальные власти, а заведовать, заправлять себе работой, налаживать эту работу должны волонтеры и некоммерческие организации. Самое главное, о чем мы вначале говорили, это когда мы прочитали закон, мы поняли, что первое, это нельзя проводить на сегодня автоназию без показаний. Для нас это было новшество в первую очередь, потому что на сегодняшний день владелец не может обратиться просто без показаний. Это особо опасные болезни, это болезни несовместимы с жизнью, онкология, ну то есть травмы несовместимы с жизнью. То есть так просто сегодня собаку или кошку усыпить уже нельзя. Просто потому, что она надоела? Просто потому, что она надоела, появилась у ребенка аллергия, как это часто бывает, это в большинстве случаев, либо переезд. Следующий момент, это мы поняли, что при отлове уже нельзя применять методы и средства, которые вызывают гибель животных. Практика последних десятилетий в округе, животные, ну, бывали случаи, что просто не доезжали до пунктов временной передержки. Если даже доезжали, то у них было 5-10 дней, в зависимости от муниципалитета, чтобы найти владельца, либо пристроить кого-то. Всех животных, конечно, пристроить было невозможно, и поэтому у нас практически по всем муниципалитетам количество отловленных животных равнялось количеству животных, которые подвергались в Астаназии. На сегодняшний день можно сказать уже четко, что опыт последних десятилетий говорит о том, что метод, который применялся раньше, это автаназия всех животных, он не помогает, потому что если взять только по лабаднанге, то вот в 16-й год отловили 406 животных, в 17-й год 580, в 18-й год уже 800 животных. То есть этот метод увеличивается, ничего не меняется. Какая работа бы ни проводилась с населением, все-таки животы попадают на улицу и непременно попадают в отлов. Изначально при строительстве приюта рассматривался вопрос еще о переезде в это здание ветеринарной станции городской. Сегодня, насколько я знаю, вы отказались от этого предложения. Ну, окончательно мы еще не отказались. Первоначально, когда мы приехали на предосмотр приюта, Марина Аронова предложила нам переехать туда. У нас в 16-м году в здании по Комсомольской случился пожар и временно переехали в предпособленное здание. Здание находится в оперативном управлении у нас на бессрочный срок, здание федеральное. И так просто от него отказаться мы не можем. Взвесив то, что приют находится за пределами города, нет автобусной остановки и магистральная дорога на обской причал, конечно же, самое главное для нас это оказание государственных услуг. А таких услуг оказывается в год в Алабаданге больше тысячи. Это вакцинация против бешенства, это у нас есть подсобные хозяйства в Алабаданге, которые содержат свиней. Это исследование на трехинолез, ну и другое. Поэтому, прежде всего, при посещении приюта Дмитрия Андреевича, Алексея Викторовича Ситникова, было предложено спросить у населения, готовы ли они будут ездить, готовы ли они, чтобы государственная ветеринарная клиника переехала. Прежде всего, населению, потому что на сегодня есть пешая доступность. Это очень важно, я сам работал в течение пяти лет в Алабаданге, прекрасно знаю, что многие люди приходят пешком. Алабаданге не такой большой город и, конечно, в первую очередь удобство. И второй, конечно, момент, это я понимаю, что и мы понимаем о том, что приют станет многофинансиальным центром и дело будет за некоммерческой организацией и за бизнесом. И на сегодняшний момент у нас есть специалисты, которые зарегистрированы в области ветеринарии, которые могут осуществлять деятельность платную на территории города Алабаданге, но фактически мы монополисты. Я очень хотел бы, чтобы, конечно, в городе развивался частный ветеринарный бизнес, потому что госсслужба, к сожалению, новые средства искусственной вентиляции легких, рентген, УЗИ, и, к сожалению, мы не можем бежать за временем. И, конечно, это удел бизнеса. Бизнес должен развиваться. И мы не должны ему переходить дорогу, мы должны идти в тандеме, потому что наша задача намного обширнее, чем просто лечение животных. То есть я правильно понимаю, пока вопрос этот остается открытым, он не решен, ни положительный, ни отрицательный. Будет все на откупе у населения. Мы можем сказать лабутанцам, что ваше мнение в этом вопросе тоже важно. Мы будем его ждать. Евгений Петрович, давайте о приюте еще подробнее поговорим. По площади он действительно внушительный. Мы с вами сказали, это 3000 квадратных метров. Это 100 клеток на сегодняшний день уже развернуты. Это не считая тех, которые будут еще организованы на улице. Но мы сегодня говорим о том, что на данный момент все 100 клеток для собак не могут быть заняты. Почему? Во-первых, контракт заключен с отловщиком. Это индивидуальный предприниматель, который занимается исключительно отловом животных. И выпуска еще не было, потому что с момента открытия приюта не прошло 30 дней. А 30 дней мы взяли тот рубеж, в течение которого животные успевают подвергнуться как вакцинации, стерилизации, мечению, так и всем необходимым при лечебном мероприятии. Соответственно, это очень хорошо, когда есть принцип животноводства, пусто занято. Когда животные приходят, и в этот период они подвергаются всем необходимым мероприятиям, и до выпуска на естественную среду обитания, передачи владельцам, у нас не возникает необходимости сказать стоп бригаде по отлову. Это очень хорошо. Когда есть свободные места, когда есть заявки на отлов животных, когда есть обращение владельцев, которые хотят отказаться от права собственности на своих животных, это очень хорошо, и будет реализован цикл. То есть одна клетка после дезинфекции будет использоваться заново. И, соответственно, нам не нужно строить приют мощностью на 1000 голов, на 100 голов весь цикл будет выполняться. Но сколько времени потребуется, чтобы, скажем, вот этот цикл заработал в полную мощность? Чтобы полностью заполнить приют, я думаю, считаю, что достаточно будет месяца-полтора, и тогда уже этот... Но будем надеяться, что все-таки столько животных не будет. И будут успевать и ветеринары работать, успевать свои обязанности выполнять по стерилизации, и будут исполнять свои обязанности некоммерческая организация, и те люди, которые будут, кинологи, привлекаться для социализации животных. Это очень тоже такое обширное направление, которое выводит новый закон. Потому что на сегодняшний момент животное, которое будет выпускаться на волю, оно должно быть социализировано, и комиссия в составе и ветслужбы, муниципальной власти и некоммерческой организации должны дать некий гарант о том, что все-таки собака достойна, чтобы сосуществовать вместе рядом с населением. Ну, мы говорили с вами в самом начале, да, что при попадании в приют изначально животное помещается в карантин. Вы говорили про карантинные мероприятия. Что это значит? Какие обязательные процедуры проходят на этом этапе? Животное поступает в карантин для того, что, во-первых, мы не знаем их предыдущую судьбу, мы не знаем, вакцинирование ли вакцинирование, есть ли владелец. На карантине животное содержится 10 дней. Это общемировая практика профилактики такого заболевания, как бешенство. В период карантина за животным устанавливается ежедневный осмотр, наблюдение, и если есть какие-то сопутствующие заболевания, а это при жизни на улице такое бывает, животное дополнительно подвергается лечению. То есть они однозначно проявятся за эти 10 дней, вот эти заболевания, невозможно будет их не заметить специалисту, да? После выхода из карантина животное подвергается вакцинации против бешенства, против инфекционных заболеваний, которые для нас актуальны для Севера, это, ну, к примеру, энтерит. Соответственно, мы без данных обработок вакцин не можем гарантировать, что у нас просто не будет вспышек, либо каких-либо инфекционных заболеваний в приютах. Поэтому это общая практика. То есть вакцинация на стадии карантина проходит, да? Карантин завершается 10 дней, после этого животное подвергается вакцинации. А если случается так, что во время вот этого карантинного периода выявляется все-таки какое-то заболевание, что происходит в этом случае? Мы, округ, не имеет сценарного неблагополучия по бешенству, но если же животное будет проявлять признаки, схожие с данным заболеванием, к примеру, либо другим особо опасным заболеванием, конечно, оно подлежит автаназии. А лечение какое-то предусматривается? То есть если болеет, ну не знаю, понимание, не знаю, какие бывают, да? Внутренние заразные болезни, инфекционные болезни, такие, как тот же эндерит животных, конечно же, они подвергаются лечению. То есть мы не просто наблюдаем, выживет или нет за 10 дней? Нет, нет, закон подразумевает в том числе лечебную помощь. И мы в наших порядках, в нашей методике по предоставлению субвенции на выполнение, конечно, это все предусмотрели. Значит, 10 дней карантина, дальше, если все в порядке, вакцинация, да? И потом, ориентируясь на содержание все той же 16-й статьи закона, о которой мы начали с вами говорить, после карантина собака или кошка, это не принципиально в данном случае, да, должна пройти процедуру маркировки. Правильно я понимаю? Да, конечно. В законе не обозначено слово чипирование, да, там написано, что это должно быть нанесение несмываемой какой-то метки. Но мы с вами, говоря о маркировке, подразумеваем именно этот способ идентификации животного. Почему выбрано именно чипирование и как это происходит вообще, за чей счет? Финансирование до муниципальных власти на исполнение госполномочий будет доводиться как на чипирование, так и на биркование, потому что мы предпочли оба метода, потому что, ну, во-первых, бирка может быть сорвана механически, животные будут обитать на территории населенных пунктов, соответственно, возможное всякое можно снять, чтобы животное не попадало с отлова второй раз в приют, соответственно, нам необходимо их чипировать. Каждое животное, независимо от кошки, кошка либо собака, будут подвергаться чипированию. Для чего это делается? Почему нужно биркование помимо чипирования? То есть это будет и биркование, и чипирование для каждого животного? Да, они будут параллельно. Для чего это делается? Чтобы, во-первых, визуально видеть на улицах животных, которые уже подвергнуты стерилизации, вакцинации, они обследованы, пролечены. Для чего? Для того, чтобы понимать, что особь биологически безопасна. То есть мы можем вполне ее погладить, и человек от этого не заболеет. Плюс человек понимает, что на расстоянии собака с бирочкой, желтенькая или красненькая, неважно, яркий цвет, он понимает, что она прошла тестирование на агрессивность, она социализирована, она биологически же безопасна. То есть, в принципе, минимизируются риски покуса, либо заболевания от данной особи. Вот такие документы для жизни в обществе. А чипирование – это все-таки уже для работы сотрудников специализированных служб. Служба отлова, например, если бирку сорвали. И потом это, насколько я разбираюсь в процессе чипирования, в чип ведь вносится не только имя собаки, но и вносятся какие-то отметки как раз-таки о вакцинации, о дате вакцинации. Та же вакцинация против бирочек, она действует в год. Соответственно, на последующие периоды животное, даже по цвету бирки, мы разные года, разные цвета можем определить, когда эту или иную особь нужно будет вакцинировать. Вот, кстати, этот вопрос тоже часто задают в социальных сетях. Будет ли проводиться повторная вакцинация? То есть, люди опасаются того, что, ну, вот, хорошо поймали собачку, социализировали, пролечили, вакцинировали, выпустили, и дальше про нее забыли, а через год, собственно, да, действие вакцины прекращается, и, ну, можно понимать, что она снова может заболеть. Вот этот процесс, он уже продуман? На настоящее время, к сожалению, механизма такого нет. Есть только практики той же Ленинградской, Московской области, которые давно уже практикуют принцип ОСВ. И действительно, посредством волонтеров, некоммерческой организации, ветслужбы, эти животные изымаются из среды обитания, либо же в среде обитания подвергаются вакцинацией. Очень важно, чтобы наши животные не просто выпускались в среду обитания, если все-таки идеально мы рассматриваем, чтобы каждое животное находило нового владельца. Знаете, есть такой, как бы, хэштег, не бери, не покупай животное, возьми с приюта. Вот, хотелось бы, конечно, обратиться к населению, что все-таки у меня сам лично кошку подбирал на улице, вот, чтобы люди брали с приюта животных, потому что, ну, это бремя ответственности, это, я думаю, мы будем бороться не только за гуманизм, да, но еще и за проблемы самой безнадзорности, если будем брать с приютов, если... Так вот, повторная вакцинация, да, действительно, изучали опыт, действующих механизмов нет, регламентированных в законе федеральном, либо в порядках, но в любом случае силами волонтеров, силами некоммерческой организации, силами бригады по отлову, посредством установки бирок разными цветами мы будем проводить эту работу, животные подлежат ежегодной вакцинации против бешенства, поэтому важно в этой работе привлекать, чтобы были у животных кураторы, те животные, которые выпускаются, чтобы они были закреплены за подъездом, за домом, за каким-то куратором. Работа очень сложная, но жильцы домов со временем поймут все прелести вот этого шарика, который на территории их двора обитает, который биологически безопасен, который очень хорошо относится к детям, он не пустит на территорию двора никаких других животных, ни диких, ни домашних, ни безнадзорных, и он будет, я думаю, только приносить радость за небольшую плату в виде его подкормки. Ну, возможно, люди включатся со временем в этот процесс, не знаю, будки начнут строить для таких вот шариков дворовых, в конце концов, ну, и сейчас живут в наших дворах какие-то постоянные собаки, да. Вы уже несколько раз упоминали о том, что вы опирались, ну, вот, да, в своей работе на опыт других регионов. То есть мы сегодня понимаем, что котопез – это первый приют на Ямале. Для нас это пилот. Но в России подобная система уже работает и опробирована, и проверена временем. Ну, это действительно так? Действительно ли показала эффективность подобной системы? Мы изучали опыт, ездили в приют Московской области, изучали опыт Ленинградской области, Калининградской области, которая на протяжении там последнего, наверное, уже десятилетия применяется. Ну, на самом деле, скажем так, что есть показатели по оккупированию вспышек бешенства. Московская область лет, наверное, 5 назад как раз захлестнула. И этот метод показал о том, что заболевание можно контролировать. Это раз. Второе. Все-таки наполняя наши улицы, заменяя собак, которые биологически небезопасны, на животных, которые стерильные и не могут, самое главное, участвовать в процессе размножения, они не сбиваются в стаи. Сама популяция со временем начинает животных от того, что они не могут размножаться, начинает стареть. И на протяжении там 3-5 года видно эффект, что, во-первых, не становится стай в городах населенных пунктов. Это раз. Второе. Пропадают, исключаются вспышки заболеваний. Ну и третье. Меняется менталитет и отношение населения к самим животным. Люди становятся воспринимать это как данное. То есть, это люди понимают, что власти делают эту собаку безопасной, работают с ней, берут ее на контроль, наблюдают за ней. И, соответственно, они уже как к своим, так и к привыкают. То есть, идет привыкание и становится как данное. Я очень надеюсь, что у нас тоже эта практика закрепится. И все-таки мы несколько, как вы говорили, два лагеря, что люди из этого лагеря, которые очень хотят, чтобы животных все-таки продолжали истреблять, все-таки задумались и посмотрели на практики. Те собаки, которые будут появлять уже после выпуска немотивированную агрессию, в любом случае будут отлавливаться и на улицах их больше не будет. Ну вот вы сказали, да, про стерилизацию. Обязательно этой процедуре также животное подвергается именно в приюте. Это происходит, я так понимаю, тоже после периода карантина. Вот кроме того, что собака или кошка не сможет после этого размножаться. Вот эффекты те, которые вы назвали, это уже научно доказано, что если собака стерильна, то, скажем, это действительно уменьшает агрессию. Или это точно не приводит к созданию стай. То есть стерильная собака точно не прибивается к стае, она в этом не заинтересована? Ну, я думаю, многие жители города, владельцы животных прекрасно знают, что после стерилизации, наверное, наблюдают за своими животными, становятся более ленивы, более флегматичны, склонны к полноте, то есть нужно следить за их рационом. И, конечно же, какого-то у той же собаки желание биться за самку, ну, пропадает. Желание, стайность образуется когда? В период, в основном, гона, это весенний период. Как раз в этот период у нас в округе регистрируется максимальное количество покусов, особенно детей. Ну, можно сказать, что, конечно же... То есть агрессия, она вызвана вот этим, ну, периодом свадеб, их так называют, да? Конечно, это гормональные вспышки, это всё буйство гормонов. Соответственно, после... Мы говорим про массовые явления, да, вот этой агрессии. То есть понятно, что есть случаи, как мы уже говорили, там, допустим, бешенство или немотивированная агрессия в отношении конкретной особи, в этом случае решается вопрос по-другому, да, уже, ну, всё-таки прописан там механизм, в том числе уничтожения животного. Астаназия и последующие уничтожения. Ну, давайте ещё, знаете, о чём мы поговорим, мы тоже несколько раз уже сказали о том, что, конечно, главная цель, чтобы животное обрело новый дом, да? И вот в этой связи я хочу отметить, что впервые в законе прописана обязанность владельцев приютов размещать информацию о безнадзорном животном в сети интернет. То есть не просто там, да, разместить информацию, развести объявления, это чётко прописано именно в федеральном законе. То есть я так понимаю, что вот эта задача, она такая действительно общая, не для того, чтобы там плодить приюты, да, или там плодить животных, пусть и беркованных на улицах наших городов, а как раз-таки повысить ответственность людей тем, чтобы они брали себе брошенных животных домой. В первую очередь делается это, ведётся видеосъёмка при отлове животных, подрядчик обязан её вести, ну и при выпуске. Вся работа регламентирована, прописана, правила игры все чёткие, и на сегодняшний день это делается для того чего? Для того, чтобы понимать, что животное изымается из среды и выпускается гуманными способами, что к ней не привлекается, к особи не привлекаются насильственные методы, и всё происходит. Её не забирают у владельца, например, да? Не забирают, с частной территории у нас были практики, когда люди жаловались о том, что бригады по отлову работают на частных территориях и просто с ошейника снимают собак, потому что необходимо выполнить контракты. Конечно же, вот эта вот видеосъёмка, видеофиксация всего процесса и предоставление, обязанность предоставления в полномочный орган в лице службы ветеринар, конечно же, эти спорные моменты будут сразу же исключать. Ну, по поводу всё-таки проведения такой информационной кампании, да, там же даже сроки прописаны, что не позднее, чем в течение трёх дней со дня поступления животного в приют нужно сообщить. В том числе, да, ну, может быть такая ситуация, что в отлов всё-таки попадает животное из семьи, которое там сорвалось с поводка и убежало. И это тоже, наверное, ускорит процесс, ну, вот, как бы поиска хозяевом собаки. Очень часто у нас бывает, как раз, срываются поводков, с цепей, где-то на прогулках, с парках, особенно там такие активные собаки, как хаски, постоянно бегают по городу, то есть постоянно они попадают в отлов. Ну, вот такая вот интересная, любознательная порода. И, конечно же, у владельца на сегодняшний момент ездить будет до 10 дней, как минимум, то есть пока животное будет на карантине, обратиться в приют и забрать это животное. Понятно, что сейчас в течение, там, минимум 30 дней каждый владелец будет понимать, что собака, к собаку он не умирает в ряд, то есть с ней ничего не случится. Это, конечно, хорошо, потому что владельцы уезжают в командировки, уезжают в отпуска, и, конечно, этот путь, он немножко расширяется по времени и больше возможностей всё-таки вернуть в свой дом своего питомца-любимца. Скажите, а вот, ну, поскольку вы всё-таки изучали опыт других регионов, насколько высока вероятность нахождения нового дома для животного? Это часто происходит? Или это минимальный процент случаев, и всё-таки большинство животных возвращаются в среду обитания? Ну, конечно, процент не такой большой, примерно там около 20% возвращается. Вот, ну, хочу сказать о том, что всё-таки очень ждём долгожданный порядок от минсельхоза по инфикации учёда животных. На сегодня понятно, что все животные, кошки, собаки подлежат инфикации учёду, то есть к тому же чипированию, да, вот, но правила игры пока неизвестны. И вот мы очень ждём, что помимо обязанностей, что появился, появились правила игры, мы всё-таки понимали, что все процедуры, когда владелец обращается в клинику государственную, неважно, частную, начинаются с того, что животное должно быть индифицировано, чтобы понять, что действительно это вы владелец. Смотрели по Московской области, на самом деле, как бы, находит не так много владельцев, сколько находятся новых владельцев для животных, пристрой. Очень такая вот мера, такая мера, как бы, именно по размещению, то есть можно и предоставление владельцу возможность прийти в приют, выбрать себе понравившую собаку, она очень в последнее время актуальна, и люди берут себя новых. Ну да, вот я об этом, в общем-то, и хотела спросить, а насколько часто находят новый дом эти животные? Общей статистики нет у нас, с сожалению, но хочу сказать, что если в 16-17-х годах у нас в округе, даже с отлово, то на протяжении прошлого года своих новых владельцев нашли порядка 450 владельцев. Это очень прекрасно, это хорошие показатели. И еще бы хотел, знаете, что отметить, что очень важно, что у нас ежегодно в округе регистрируется порядка, ну, если взять с 16-го года, это 1400 покусов, и к 19-м году это порядка 700 покусов. То есть мы в два раза уменьшили количество покусов животных, и большая часть животных, которые кусают, это все-таки домашние животные, хозяйские животные, это не безнадзорные животные. Мы эту статистику ведем, смотрим, и, конечно же, прежде всего, проблема, знаете, какая проблема в том, что на самовыгул отпускают животных. Скажите, а есть ли статистика, сколько, ну, вообще, можно ли почитать, да, сколько безнадзорных животных бегает по нашим улицам у нас, может быть, в городе, в регионе, в стране, может быть, в мире, то есть хоть какие-то цифры показательные? Ежегодно в округе у нас отлавливалось до 8,5 тысяч животных, которые практически все подвергались эстаназии. Ежегодно мы вакцинируем в округе порядка 30 тысяч от бешенства, это кошки, собаки, то есть мы можем сделать вывод, что в пределах 50 тысяч животных у нас содержатся, ну, и бродячих животных порядка 10-12 тысяч в округе. Это большой процент на 500 тысяч населения, в общем-то, да? Очень большой процент. Но мы же должны, наверное, с вами проговорить, что эти безнадзорные животные, они же ниоткуда не берутся, да, все-таки собака это не дикое животное, оно не обитает в дикой природе и само по себе не размножается. То есть на улице города, с учетом того, сколько, ну, вот мы говорили, умерщвляли до этого животных, да, а количество отловленных все равно росло, то есть этих животных на улице, в общем-то, выбрасывают люди. Главная проблема наша на сегодня, это, конечно же, то, что у нас собаки-кошки, ну, по большей мере, конечно, наши собаки остаются без присмотра, без, бросаются владельцами. С населением необходимо работать, рассказывать, почему это делать нельзя. Мы должны быть ответственны за тех, кого приручаем, нести это бремя достойно. Мы должны понимать, что если мы берем собаку, это член семьи, его нужно выгуливать, его нужно подвергать профилактическим выработкам, вакцинациям. И, конечно, наши некоммерческие организации, которые в области зоозащиты работают, ежегодно, я хочу огромную благодарность им объявить, потому что все-таки они пристраивают этих животных, они привлекают в себе внимание, к этой проблеме внимание, собирают корма и, я скажу вам, собирают немаленькие деньги, которые вкладывают именно от чистого сердца, вкладывают в эту проблему. В решение этой проблемы. Ну и, конечно же, хотелось бы обратиться к населению округа, города Лабаднанги, что все-таки, если вы приняли решение и не хотите использовать свое животное для пользовательских выставочных целей, либо для разведения дальнейшего, конечно же, необходимо ее подвергать стерилизации. Стерилизованные животные намного дольше живут, за ними необходимо меньше заботы и ухода. Единственное, что нужно регламентировать рацион, чтобы он был сбалансирован, чтобы не было... Питание подбирать, да, соответствующее. А вот вы в начале программы сказали, что закон ведь запрещает умерщвлять животных не только в приюте, не только службам отлова, но и хозяевам, я правильно поняла, да, вас. Скажите, а как вы считаете, не вызовет ли это снова рост, скажем, выброшенных животных? Ну... Я, конечно, понимаю, что и тот, и другой вариант, это очень кощуственно звучит, да, нельзя сказать, что лучше усыпить, чем выкинуть, лучше нести ответственность до конца, но тем не менее, вот как вы считаете... Сегодня закон регламентирует это, и он говорит, что если все-таки владелец принял решение отказаться от животного, то он должен дать его приют, он не должен подвергаться автоназии, без показаний, он не должен выбрасываться просто на улицу, владелец должен обратиться в приют. Он это сделает за деньги? То есть он заплатит какую-то часть? На сегодня это не регламентировано, нет. И, конечно же, на сегодня есть ответственность владельца, и наши коллеги федеральные разрабатывают внесение изменений в кодекс административных правонарушениях, и там будет подразумеваться административная ответственность. В случае, если же, опять же, вот мы проговаривали это, статья Уголовного кодекса 245-го была очень расширена, я думаю, все население нашего региона видели на протяжении последних 3-5 лет, сколько было случаев именно жестокого обращения с животными. Просто вопиющие, да. Вопиющие случаи, особенно когда это занимались дети, транслировали это все в сети интернет, и как раз, конечно, федеральный закон, когда он вышел, мы почитали и поняли, что все-таки закон направлен больше не на борьбу с безнадзорностью, а именно гуманизацией, на гуманность к животным. И уже второе, это профилактика болезней, и третье, борьба с безнадзорностью. То есть я хочу, чтобы мы с вами сказали о том, что, да, вот несмотря на все те принятые комплексные меры на сегодняшний день, это закон, дополнения важные к нему, открытие приютов, проработка каких-то вот доселе несуществующих регламентов, это все равно говорит нам лишь о том, что мы только в начале пути. То есть проблема, по сути, да, существовавшая десятилетиями, она сегодня только начинает решаться, только начинаются первые сдвиги там в положительном направлении. И, конечно, нам еще только предстоит приучить наших людей в первую очередь к ответственности. То есть если мы сегодня понимаем, что садясь там за руль автомобиля, мы несем ответственность в первую очередь, да, если мы, покупая квартиру, мы несем за нее ответственность, мы рожаем детей, и мы понимаем, что мы должны быть ответственными родителями, то в отношении животных это пока совершенно не развито. То есть мы часто видим вот эти случаи, когда люди просто так могут подарить там на день рождения, не знаю, на новоселье кошечку, хомячка, собачку. Мне кажется, это вообще недопустимо. И вот эти первые шаги, как вы считаете, они способны привести к тому, что у людей должно появиться понимание. Я несу ответственность. Я взял себе собачку, и я буду за ней ухаживать там. А если я буду это делать плохо, то меня накажут. В любом случае, федеральный закон вступил. Наконец-то область обращения животных и злодельцев, она на сегодняшний день полностью регламентирована. Поэтому первый шаг сделан. Первый шаг сделан. Нам необходимо, во-первых, заменить тех особей, которые уже сегодня обитают в нашем населенном пункте, на биологически безопасных особей. И, конечно же, работа с населением посредством данной работы прежде всего будет достигаться экономия бюджета. В части чего? В части того, что у нас не будут переполнены приюты. У нас будут... Мы будем проводить профилактическую работу с теми собаками, которые уже есть. Популяция будет со временем стариться и будет становиться несколько меньше. И вот если не будет нового притока, если население будет понимать ту бремя ответственности, которую выполняет муниципалитет, проводя данную работу, тратя финансовые средства, окружные на эти мероприятия, соответственно, уменьшится и финансовое бремя, и нам станет все вместе лучше, комфортнее. И... Вот вы несколько раз говорили, да, такое слово потребляли, социализация. А что оно подразумевает вообще? Вот понятно, что мы биологически, как вы говорите, обезопасили животное. Мы его привили, пролечили, стерилизовали. А вот процесс социализации, он как происходит вообще? После того, как животное подвергается в приюте карантинированной вакцинации, стерилизации, с ним начинают работать кинологи, некоммерческая организация, волонтеры. Мы должны определить, как животное относится к человеку, адаптированно для жизни в обществе, да, и, соответственно, если оно не проявляет немотивированной агрессии, соответственно, с ним можно проводить дальнейшую работу, и мы будем понимать, что это гарант того, что у нас данная особь никого не покусает на улице. Даже если будет с ним контакт человека-ребенка, он будет сохранять спокойствие, он не будет вести себя неадекватно. И не только же у нас могут возникнуть покусы, может быть, испуг какие-то... Поэтому тут социализация... Ну, часто собаки вот лают, бегают, да, за машинами выбегают. Это тоже сюда относится, да, к перечню прорабатываемых проблем? Это задача кинологов, в первую очередь, конечно же. Волонтеры могут подключиться вот к этому процессу? Ну, мы можем видеть, да, какие-то программы или там сюжеты на центральных телеканалах, когда есть такая, скажем, задача волонтера прийти просто погулять с собакой, погладить ее там, вот это тоже сюда входит? На сегодняшний момент уже в новой открытом приюте есть часы приема. Можно как в будни, так и выходные, где определенные часы прийти. Это подразумевает уход за животным, можно погулять с животным. Есть семьи, в которых родители против, к примеру. Всегда могут волонтеры приехать и просто полюбоваться с животными, погладить, поучаствовать в их жизни. И на самом деле я хочу сказать, что на сегодняшний момент есть такие волонтеры, у нас есть такие добрые сердца, которые безвозмездно могут это давать животным. Хотят тратить свое время на... Время и внимание на это. Евгений Викторович, будем заканчивать. Мне хочется в конце сказать, что вы ведь не просто чиновник, вы работали непосредственно с животными, долгое время руководили ветеринарной станцией в городе Лабытнанге. Как вы считаете, те изменения в законодательстве, которые на сегодняшний день приняты, те шаги, которые сделаны в части открытия приютов, способны они все-таки, скажем так, но если не решить целиком проблему не только безнадзорных животных, а и безответственных людей, то хотя бы вот сдвинуть, скажем так, эту проблему. Я считаю, если говорить в целом, то, конечно, да. Действительно, работая здесь пять лет, я прекрасно всю эту сферу знаю, знаю проблемы безнадзорности. Лабытнанге – особенный город в этом плане, потому что достаточно поселения, есть много деревянных конструкций, есть места для укрытия, а это лакомые места для размножения данных еды животных. Сколько собак мы не отлавливали ежегодно, популяция пополнялась, поэтому те шаги, которые у нас федеральные власти выпустят в данный закон, предпринимают, я считаю, что будут давать свои плоды, но предстоит большая работа, нужно работать как нам, так и некоммерческим организациям, поддержка ОКОРГа в любом случае будет в этом вопросе. И хотел бы еще, знаете, что отметить? Последнее время у нас очень много регистрировалось в случае выхода диких животных на территорию населенных пунктов. Видел личный сюжет по ЛТВ, когда лиса выходила в район больницы. Лиса, песец у нас, да. Если мы ликвидируем полностью животные безнадзорные с территории Лабытнанги, это дикие животные будут нашими постоянными домашними животными. А вот с ними контакт гораздо опаснее, чем контакт с нашими животными. Их точно не социализируешь, да? Их точно социализируешь, с ними, их невозможно полностью провакцинировать. И как раз они являются источником, в первую очередь, источником природного бешенства. Поэтому мы, я считаю, что все-таки на правильном пути мы должны проделать эту большую работу, несмотря на то, что очень много, как говорят сейчас современных хейтеров, несмотря на это, все-таки это лучшие практики мировые, это практики наших уже передовиков, это Московской и Ленинградской области. И там это работает. Спасибо вам, Евгений Петрович. Я вам желаю поддержки не только со стороны окружных, местных властей, волонтеров, но и населения в первую очередь. Мне кажется, вот в этом вопросе это особенно важно. Удачи. Уважаемые телезрители, я напомню, что посмотреть программу темы вы можете и в интернете. На нашем сайте по адресу www.lbtdefistv.ru Мы дублируем все выпуски. А быть в курсе событий можно, подписавшись на наши группы во всех популярных социальных сетях. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. И до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»